Приветствую друзья! Сегодня поговорим про один прекрасно сделанный продукт компании CWA Jig Molds & Tools из Хува, Англия. Это специализированный и универсальный станок номер 79, позиционировался как станок класса инструментального цеха и предназначался для точного фрезерования и штамповки. Рекламировался с начала 1930-х до начала 1950-х годов. Стол фрезерного станка высотой чуть более 205 см и компактной площадью всего 50 на 76 см имел 3 Т-образных продольных паза, приводимый в действие стандартно установленным трехфазным двигателем мощностью 0,75 л.с. с фланцевым креплением. 4, позднее 5 скоростей вращения шпинделя приводились в движение кленовидным ремнем и работали в диапазоне от 325 до 2900 оборотов в минуту. Головка могла поворачиваться на 90 градусов в каждую сторону от вертикали под точным контролем маховика, установленного в задней части станка и работала через червячно-колесную передачу. Шпиндель был оснащен как червячно-колесным приводом тонкой подачи, так и быстродействующей реечной пинолью с рычажным приводом. Шпиндель имел конус Морзе-3 и вращался в необычно длинной бронзовой втулке с параллельным отверстием, слегка сужающейся кнаружи. Для регулировки зазора втулка обрабатывалась в продольном направлении с пазами и прорезями насквозь и таким образом регулировалась в своем коническом корпусе. Смазка осуществлялась с помощью специальной конструкции фитильной подачи, которая позволяла маслу проходить через подшипник и капать в контейнер. В верхней части шпинделя использовалась пара шариковых упорных дорожек Кофман, снабженных винтовой регулировкой для устранения торцевой плавучести. Однако более поздние шпиндели были значительно модифицированы и оснащены регулируемыми коническими роликовыми подшипниками в нижней части и радиально упорным шарикоподшипником в верхней части с резьбовыми манжетами для регулировки осевого преднатяга. Чтобы избежать натяжения ремня, шкив, как и на высококлассных токарных станках, работал на собственных подшипниках, одном шариковом и одном параллельном роликовом и приводил шпиндель в движении через длинную шпонку. Для такого размера шпинделя головка была массивной, что обеспечивало очень прочную конструкцию и особую плавучесть хода. Судя по количеству сохранившейся как в Великобритании, так и за рубежом, модель 79 была популярна. Судя по количеству сохранившейся как в Великобритании. Продолжение следует...